Здравствуйте, мои дорогие друзья! Божьих благословений вам! Вы сделали хорошо, что сегодня вы включили наш канал ВИСИ-ТИВИ. На этом канале много интересных проповедей, в том числе эта проповедь. И я хочу вас просить никогда не забывать, если вы вернётесь, вы получите столько благословений всегда и сообщите друзьям своим. Сейчас, я хочу, чтобы вы слушали эту проповедь. И к концу проповедей я хочу вернуться и помолиться за вас. Хорошего просмотра видео! Бог человека через завет. То есть он наш Бог. Но он только становится нашим Богом через завет. Понимание Божьего завета углубляет нашу веру. Есть вещи, которые нужны на ура, а есть вещи, которые надо знать глубоко, основательно. Всё должно кирпич за кирпичом. Вы понимаете? Один из таких вещей – это вопрос завет с Богом. Он должен быть чётко, фундаментально, чётко поставлено внутрь нас. Из этого прыгаем, из этого фундамента, в молитву, в пост, в проповеди, в чудеса, в исцеление, во что угодно, но основа – это завет. Оно настолько длинная тема, что нельзя его так, мигом, но я сокращаю на максимум. Мы с вами говорили, что завет – это обязующее такое соглашение между двумя. То есть в каждом завете, исходя из мирского взгляда, вообще-то должно там быть какие-то обязательства, ответственности и определённое послушание. То есть должно быть обязательства, ответственности и послушание. Когда обязательства нарушаются, завет перестаёт быть заветом. Когда ответственность не делается, завет перестаёт быть заветом. Когда нет послушания условию завета, то завет теряет силу. И что интересно, когда Богу в таком, в любом завете, Бог всегда свои обязательства исполняет. Бог всегда ответственность свои исполняет. И Бог всегда не отойдёт от завета, потому что даже одно из его имён – это вернее. И в таком завете всегда есть обещание. Я обещаю тебе делать это, это, это. Обет, имеется в виду, если будет то, я сделаю это. Договорённость и дружба. Заметите, что одна из главных причин, почему мы не видим проявление завета живо в нашей жизни – это отсутствие дружбы с Богом. Давайте посмотрим на Авраама. Первый человек, с кем Бог заключил завет, который касается нас сейчас. Но иной тоже нас касается радуга. Не будет наводнения. Но Авраам, а как этот завет стал живым? Это был не просто контракт. Разница между контрактом, есть разница между контрактом и заветом. Есть общинность в них, но это не одно и то же. Могу заключить контракт с кем-то, и вообще я могу его ненавидеть, обозвать, но у нас контракт. И живём по этому контракту. Но завет с Богом так не работает. Говорится про Авраама. Замерите, как только Бог с кем-то заключал завет, он старался приближаться, дружить с человеком, с кем он заключил завет. С Авраамом то же самое. Даже когда дошёл до Моисея, он сказал, с Моисеем говорю лицо к лицу. То есть мы замечаем, что в завете Бог хочет дружбу и отношения с теми, с кем он в завете. А так просто сухо, как контракт, это не те отношения, которые мы имеем с Богом. Я знаю многие люди, много людей, которые превращают библейские принципы в законе. Контракт не законе. Нет. Это не контракт просто. Это завет, в который есть отношения, дружба. Как только отношения теряются, сам завет перестаёт работать. Как должно. Из всех заветов, которые на земле, самый важный завет, это то, что мы называем новый завет. это самый мощный, самый важный из всех заветов, которые когда-либо были. И он самый выгодный для человека. В завете новом человек возвращается к тому оригиналу, который был в самом начале. Поэтому не надо легкомысленно относиться к новому завету. Кто-нибудь скажет, где со мной? Аминь. Так. Поэтому новый завет это завет между Богом и человеком основан на смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. То есть это завет между Богом и человеком. То есть я. Но основание этого завета это смерть и воскресение Иисуса Христа. Вот на что оно основано. В Израиле было основано там на тельцов, на козлов, а этот основан на смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. Когда есть какая-то истина и надо, чтобы она глубоко вошла в сердце. Это не так легко углубить истину, которая так очевидна, да? Но вот сегодня вечером хочу пытаться эту истину, которая очевидна, углубить ее как-то. Я надеюсь, удастся, потому что это надо. Если оно не углубляется в нас, наша вера поверхностная, не сильная и не крепкая. И мы легко сдуваем. Поэтому я хочу несколько показать вам причины, почему этот завет сильный и мощный. для любого завета всегда нужно было кровь. Это мы говорим про культуры древней восточной жизни, которой мы сталкиваемся, оно всегда требуется кровь. говорится к евреям 9-22 послание к евреям 9-я глава 22-й стих. Библия говорит к евреям 9-я глава 22-й стих. Да, и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Скажите, без пролития крови. Единственное, замерите, в Ветхом завете кровь, которая пролилась, это была кровь телцов, козлов, голубей, там, что-то еще. А у языческих народов они иногда своих детей убивали. Или какого-то преступника, да, того убивают, как казни его. Слава Богу, что мы там не живем. Но в Новом завете, о котором мы говорим, согласно Матфея 26-28, этот Новый Завет основан на другую кровь. Смотрите, ибо сие, это Иисус говорит с учениками, ибо сие есть кровь моя, скажите, его кровь. И он говорит, это, но это кровь моя Нового Завета. так, Новый Завет основан на крови Иисуса. И он говорит, за многих изливаемое во оставление грехов. Иисус называл свою кровь как кровью Нового Завета. То есть Новый Завет основан на крови Иисуса. Скажите со мной, Новый Завет основан на крови Иисуса. Это очень важно понять, потому что сила этого Завета прямом связана с силой крови Иисуса. Как дьявол относится к Новому Завету? Точно так же, как он относится к крови Иисуса. Как ангелы относятся к Новому Завету? Точно так же, как они относятся к крови Иисуса. Как нам относится к Новому Завету? Точно так же, как мы относимся к крови Иисуса. Поэтому человек, который не понимает силу крови Иисуса, у него не будет глубокое понимание или смысла Завета, который мы имеем от Бога с нами на основании смерти и воскресения Иисуса Христа. Смотрите, кровь Иисуса была святая, сильная, божественная и, главное, абсолютно невинная. Но кровь козочки невинная, но она на земле. Козочка согрешила обязательно где-то когда-то. Кровь овечки, ну, овечка там украл семечки. Невинная на земном, на планете Земли единственная кровь, которая когда-либо была пролита и она была абсолютно невинная. Это была кровь Иисуса Христа. И почему это важно знать? Потому что в духовном мире Богом поставлено правило когда проливается невинная кровь. Есть определенное правило в духовном мире, которое касается пролития невинной крови. Даже народе, когда убивали невинную кровь, приходило проклятие на тот народ за невинную кровь. В смысле их убили они не преступники. Давайте мы прочтем сначала. Иаиле 3, 19. Водя читаю. Иаиле 3, глава 19. Скажите невинную кровь не трогай. Скажи невинный человек не трогай. Скажи не повышай голос на невиновного. То есть если хочешь опустощать свою жизнь, сделать себя печальным, несчастным на много лет, развивая в себе привычку кричать на невинных. Ты не выйдешь из ямы. Потому что в духовном мире действует такое правило. Невинный невинного защищает Бог. Поэтому когда Авигея остановил Давида, она говорит ты потом когда станешь царем, а потом вот невинная кровь навала начнет мучить тебя. Невинная кровь даже если тебя зовут царь Давид, это правило не отменяется. Оно остается. этот принцип остается. Поэтому радостный момент улыбайтесь значит я вам не скажу. Так радостный момент если ты невиновен в чем-то когда ты виновен увы если ты в чем-то невиновен и поднимается куча людей которые воюют с тобой там критикуют на телеканалах везде и ты невиновен улыбаешься. Потому что в этом случае Бог заступается за тебя. Давайте приведу вам Даниила. Даниил служитель живого Бога защитил ли тебя Господь Бог твой? Но в это время кто-нибудь может догадываться где он был? где он был? Да со львами и он отвечает во веки живи царь молодец я бы сказал царь ты вообще ну ладно во веки живи царь он говорит мой Бог послал ангел он говорит потому что я невинный перед тобою я невиновен перед тобою то есть давайте попробуем нарисовать соединять я понимаю что сегодняшний пробел такая сложненькая но я буду каждый словчик соединять между собой я невинный перед тобой поэтому ангел пришел давайте попробуем вывод божественная защита божественное участие легко приходит в жизни человека который невинный поэтому любая страна там даже на уровень государства так мы собрались читать я или третья глава вы меня отвлекли так читаю слушай египет это страна египет сделается пустинью вы были в египте вы видели пустину чтобы вы знали откуда он пришел многие думают что так было все времена не обязательно египет сделается пустинью и дом будет пустиной степью это тот территорий который на юге на юге египта сразу за что за то что они притесняют притеснялись и и проливали невинную кров в земле их проливали невинную кров я даже боюсь думать про евреев которые в нашей стране погибли то есть даже боюсь об этом думать потому что когда я об этом думаю иногда когда я начинаю об этом иногда думать и начинаю думать сможет ли Украина выкарабкаться из состояния пустиной учитывая столько кров пролитая и за это никто ответственность не брал да но я просто об этом не думаю я это забываю я я человек веры и все люди верят скажут вот смотрите божье заявление египет будет пустиной если вы сегодня полетите в египте вы найдете очень огромную пустину если пойдете на юге из египта у нас они были все рядом где дом называется вы найдете огромную пустину причина невинная кровь оказывается это тут показывает нам несколько вещей первое бог ценить жизнь человека поэтому государство которые не ценят жизни человека с богом дружить им будет супер тяжело жизнь жизнь ценно важная потому что сам человек создан по образу и по подобию божьему даже если он неверующий за то что убили его невинного неверующего есть последствия что же говорит о верующем бог так защищает кровь человека бог так защищает человека его жизнь поэтому прав человека это важное дело в глазах господа бога так принцип невинной крови но в библии есть много-много местописания у меня времени нет поэтому я брал одно чтобы вам показать теперь произошло большое радостно для нас ужасно для дьявола глупости с его стороны так вы меня слышите да произошло с его стороны грубейшие глупости а радостно для нас он и если он убил человека на земле он карается за это но человек грешный семья лукавого было в человеке но кровь которую он пролил была не только невинная в смысле что ему ничего плохого не сделал это была кровь небесная это была супер невинная простите за слово супер это была сверх невинная кровь абсолютно невинная и он сделал грубейшую ошибку для его царства давайте я прочту для вас первая коринфянам вторая глава будем читать седьмой и восьмой стих аллилуйя вот это основания нашей полной победы над дьяволом вот это основания смотрите но проповедуем слава богу я часть них премудрость божию тайную сокровенную которую предназначил бог прежде веков к славе своей дальше который никто из властей века сего не познал ибо если бы познали то не распяли бы господа славы то есть кое-что было закрыто от дьявола в нем не работала мудрость божия у него есть хитрость много у него образовательные знания много но вот это божественная мудрость в нем нет дьявол убил господа славы потому что он кое-что не уловил то есть не понимал когда не убил когда дьявол замерз замерз Он говорит так, я предал невинную, за что он решил покончить с собой, предал невинную кровь, он понимал, после этого земля для него закроется. Так, этот принцип невинной крови, он понимал, это то, что он воскликнул, он принес деньги обратно, говорит, заберите ваши деньги. То есть Иуда, который так любил деньги, вы понимаете, он так любил деньги, что воровал из сумки самого Господа Иисуса Христа. Так любил деньги, и когда ему выпало 30 серебряных монет, свободнее, вообще, хоть иди, куда хочешь, летай в Америку, да, и Америка не было тогда. И он сравнивал счастье от них, и последствия за то, что он продал невинную кровь, он понял, что счастья от этих денег не будет. Потому что принцип невинной крови даст бумеранг, и не то, что будет счастье от этих денег, я буду плакать, рыдать, лучше умереть, чем остаться на земле, когда стрели на тебя направлены из-за пролития невинной крови. И он повесился. Если сравнивать дьявол и Иуда, то Иуда был мудрее, чем дьявол. Вы понимаете? Получается, что Иуда понял последствия, а Сатана не понял. А вы знаете, они, наверное, все демоны кричали, е-е-е-е-е, пыли там, крики, шум, прыжки. И это значит, большие эмоции не всегда означают, что правильно. Не всегда. Это одна вещь, чему Бог меня научил много лет. Большие эмоции то ли в ту сторону, то ли в ту сторону. Силное мнение, которое громко выражается, с ярусом, с гневом, так, чтобы подчинять весь мир, не всегда означает, что правильно. Взгляд, который террором заставляет всех, чтобы глотали такой взгляд. Вот любое дело на этой земле, есть разные взгляды на любое дело. Даже если два человека прошли через ворота, раз спроси, что вы там видели, у них будут два взгляда, возвращаются назад, еще два новых, выйдет еще раз, еще два новых, шесть взглядов. А есть люди, которые умеют свой взгляд сделать главным, главенствующим. Как я вижу, так вы должны видеть. Это называется контрол, да, или колдовство. Вот. Это нехорошие вещи, потому что кроме твоего взгляда есть еще другие, которые не хуже, может даже лучше. Поэтому я пришел к выводу, что эмоции или туда, или сюда, усиленный взгляд, или там, который заставляется. По-другому не может быть точно. Как я сказал, это тоже не означает, что это правда. Не означает. Вот поэтому, когда вы видите, я слышу когда-нибудь какую-то информацию, кто-то шумит, кричит, или не важно, что. Я не реагирую. То есть, я реагирую. То есть, я реагирую. Как? Не переживая. Иногда игнорируя. Причина. Я знаю громкость, крики, заставить, угрожать. Это не означает, что это правда. Не означает. И после этого со мной никто не будет общаться. Я так буду счастлив после собрания, когда ко мне никто не зайдет. И дьявол сделал грубо, не знаю, так можно говорить, грубочайший ошибок. И в тот день его царство настигло его царству участь Египта и Едома в духовном мире. Скажите, аминь. Теперь, как бы дьявол не кричал, как бы не свистел, как бы не рисовал фиеверки, как бы не принес мудрости философские или научные, не важно, что он принесет, с момента, когда он пролил кровь Иисуса Христа, крови невинного анца, невинного анца Божия с того дня царства дьяволу подверглась тоталного, полного поражения навсегда. Скажи, навсегда. Теперь, любой человек, который придет во Христе, скажите, я во Христе. Скажи, в Новом Завете мне открылся дверь быть во Христе. Это означает, любой человек, который углубляется во Христе, омыто кровью Иисуса, понимающий, что сделал кровь Иисуса, он всегда, тотално, сто из сто, чисто по украинскому мышлению, поражает дьявола при любое столкновение. Потому что кровь Иисуса. Скажи, аминь. Важно, важно понимать. Давайте посмотрим. К евреям 10 глава. Библия говорит так. Будем читать с 1 стиха. Так пропускают другие, некоторые из них. Так. Когда есть местописание, могу подпить чай. и онлайн не видит, как я пью чай. Это главное. Они видят местописание. Вот, смотрите. Закон имеет тень будущих благ. То есть закон весь, оно указывало. Скажите, закон это тень. Еще раз скажите, закон это тень будущего. А это будущего во Христе. Это том, где мы сейчас с вами в настоящем. А не самый образ вещей. То есть закон это было тень, но не самый образ. Одними и тем же жертвами каждый год постоянно приносимый никогда не может сделать совершением приходящих с ним. Так. А что же тогда сделался с Иисусом Христом 4 стих. 10 глава 4 стих. Ибо невозможно, чтобы кровь телцов и козлов уничтожала грехи. Скажите, кровь телцов и козлов не уничтожала грехи. А кто из вас понимает слово уничтожение? Как вы его понимаете слово уничтожение? Без последствий, без то есть не найти. Уничтожено. Если есть здание и его уничтожили, можно его собрать? Нет. Его нет. И не видно. Это потому, что здание уничтожили. То есть кровь телцов и козлов не могла уничтожить. О пятом стихе посему Хрисус входя в мир говорит жертву и приношение не восхотел, но тело уготовило мне. Это тело, которое он отдал в жертву. Цель Божия была уничтожать грехи. Скажите, уничтожать. Уничтожать. Если бы ваши грехи до вашего покаяния были не уничтожены, да? Некоторые из вас бы здесь сидели с мешками такими, что группа парака не знала бы, что с вами делать. Если бы вы были в Ветхом Завете, мешки были бы. Единственное, что раз в году кровь телцов и козлов и оно покрывается. И вы можете со своими мешками ходить, приходить в храм Божий, но они есть внутри. И что сделалось в Новом Завете, когда пролита была кровь Иисуса? Грехи были уничтожены. Скажите, уничтожены. То есть даже если вы говорите, а я уже верующий три года, пять лет, десять, я хочу вернуться к тем грехам, которые я делал до покаяния. Многие христиане так делают. Ты не возвращаешься к тем, потому что то, что у тебя было до, оно абсолютно уничтожено. Это новое, что ты идешь делать. Те уничтожены. Их нет. Это важно, потому что многие христиане, которые не понимают Новый Завет, живут такую жизнь. Может я приду на небо, и я узнаю, что я не спасен, что мои грехи не прощены. Кровь Иисуса что сделал? Абсолютно уничтожила. И их нету нема. Так, вы еще со мною? Скажи, мои грехи? Нет. Женщина одна часто заходила ко мне после собрания и каждый раз плачет. А я спрашиваю, а за что на этот раз вы плачете? За то же самое. Что она сделала? Она случайно убила своего мужа дома. Случайно. Потом в этой горе спала ночь и придавила ребенка случайно. И ребенок умер. Вот судя по вашим лицам, у вас такое еще не было. Она говорит, я мог выпить водку много, чтобы об этом не думать, чтобы забыть. А как только водка уходит, снова лежачий муж и вижу, как я просыпаюсь утром, и мой ребенок мертвый. и при малейшей возможности она делала то, что называется самонаказание. Она думала, если она себе какую-то боль причинит, что-нибудь, но чуть-чуть это будет ей в плюс. Такое мышление человека, который не понимает. я ей объяснил. Вы убили мужа? Да. Пастор, только никому не говорите. Поэтому я вам не говорю, как зовут. Это принцип важный. И вы убили ребенка? Да. И вы покаялись? Да. Я уже 10 лет, как я с Богом. Я говорю, что значит вы с Богом? Ну мои грехи простил. Хорошо. Какие? Что значит простил? Значит он их убрал. Какие из них? Ну я там работал в магазине, украл индийский порошок. Потом я украл еще сахар, когда был в Украине, в Советском Союзе не был сахар. Я украл. вот она причислила все эти грехи, которые она считает, что Бог простил. Я говорю, это все, что он простил? Да, пастор. Я говорю, а как насчет мужа и ребенка с лозой сразу? Она не могла поверить, что когда Бог уничтожил ее грехи, в том числе, мужа убил случайно и ребенка. И это тоже. скажите со мной, и это тоже. Я вас не слышу. Что вы сказали? Что вы имеете ввиду? Она говорит, пастор, гендер, вы понимаете? Вот получается, что муж умер, я познакомилась каким-то как его называют? Каким-то. Ну, о нем никто не знал, нигде никто, пока я от него не забеременела. И сделал аборт. И когда сделал аборт, оказалось, что было двойняжки. Поздный аборт. она говорит, они мне снятся. Я не могу. Иногда говорит, я боюсь спать. Двойняжки снятся. Муж снится. Она говорит, Бог меня не простил. Почему? Потому что муж до сих пор снится. Если бы Бог простил, то он не должен был мне снится. А где написано в Библии, что если тебе снится, значит твои грехи не прощение. Вы так молчите, как бы я говорю по-словацки. Почему вы молчите? Слушайте, пытаюсь вам доказать, пытаюсь вас углубить в вопрос действий крови Иисуса, чтобы наш фундамент был глубоким. Я говорю, женщина, выходите, мне сказали, что Бог шел уничтожать ваши грехи. Вы украли порошок, он уничтожил, молоко уничтожил, сахар, хлеб, и когда он дошел до двойняшки, пропустил, дошел до мужа, пропустил, дошел до ребенка того, пропустил, так? Она даже говорит, даже мое отношение с тем Бог простил. Я говорю, вы считали, что Бог простил ваши отношения с тем человеком? Да. А вот двойняшки не простил? Нет. А почему? Он мне не снится, двойняшки мне снятся. Вот и когда я вот поэтому вы говорите, пастор Гений так умеет объяснять. Знаете, кто меня научил это объяснять? Это вот эта женщина. Мне надо было ей донести, чтобы она поняла. Когда начал доходить снова слозы, я говорю, какие слозы на этот раз? Говорит, слозы от того, что не верю, что столько лет мучилась, оказывается, я уже свободна. Да. И сейчас еще кто-то плачет помимо вас, дьявол, потому что он вас держал в рабстве. Скажите, мои грехи не просто прощены, скажи, уничтожены. Уничтожены. то есть пойдет на мусорники и их найдет, их нету. Это надо снова отдачивать у дьявола по-новому. На мусорники их нету, вообще нету. А как вот мне напоминают, они напоминают о том, чего уже нету. Поэтому кто во Христе, тот новая тварь. А что произошло с древним, прошло. И все стало новое. Все, что было до этого, абсолютно уничтожено, не то испарился. Скажите, Ави. Давайте читаем дальше. Десятый стих написано. Это мы читаем к Евреям десять. После этой воли освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Скажите, жертва Иисуса Христа хватила один раз навсегда. Еще раз скажи, один раз навсегда. Еще раз, один раз навсегда. И вот наша классическая женщина, которой я говорю, она время от времени себя наказывала. Она думала, наказывая себя в чем-то, Бог не будет милостивый. И он поймет, что она жалеет за то, что она сделала. Спасение и прощение не от того, что ты жалеешь просто, а от того, что кровь Иисуса тебя омыл. И самонаказание резать себя, бить себя, как мусульмане в Иране делают, ударить себя все время, в Ираке имеется ввиду до крови, и этим очищаться перед Богом, это называется демоническое рабство. Это пережил Иисус. Его били в спине. И этими ранами мы исселены. и нету надобности снова бить себя в спину по-новому. И поэтому в жизни мы не очищаемся от самоистязания. Мы очищаемся кровью Иисуса. Ты можешь бить себя сколько угодно. Бить голову, пока у тебя не происходит сотрясение мозга, не меняется ничего. Изменения в крови Иисуса. Скажите в крови Иисуса. Пастырь Генри она мне сказала, да, а я вообще иногда неделями ничего не ем. А зачем? Но я недостойный есть. Я сказал, это не метод очищения. Это называется депрессия. Вас преодолевает депрессия. Но депрессия никого не улучшает, не очищает, не делает тебя лучшим человеком. Депрессия хоронит тебя. Она говорит, ну, пастор Генри, это же не естественность, я сейчас начну радоваться, танцевать, а при этом я убил мужа, убил вы правы. Это не естественно, вы не достойны этого, но вместо вас все это наказание взял на себя Иисус Христос. И она говорит, ну, вы понимаете, муж умер. Мне очень жалко, но и это тоже Иисус на себя взял. Вы не представляете, сколько людей сегодня пытаются двигаться куда-то, а это барьер, который постоянно бьет, 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 бьет. Как будто Иисус вообще ничего не сделал. Он сделал все, что связано с конфетами, которые украли в ларьке. Да, больше ничего. Нельзя дешеветь кровь Иисуса настолько. Читаем дальше. Вот. И всякие священники ежегодно садили в служении многократно приносят одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Скажите, истребить. Они не только уничтожены, они истреблены. Я не знаю, вы можете понять это, это почти одно и то же, уничтожены, истребить. Дальше. Тринадцатый. Он же принесли одну жертву за грехи, навсегда во сел одесни Бога. Тринадцатый стих. Ожидая затем, доколе враги его будут положены под ножи ноги его. Семнадцатый стих. И греховых, и беззаконних не вспоминал боли. Это уже Бог. То есть Бог говорит, это уничтожение настолько тотальное, что даже я, Господь Бог, в моей памяти их уже нет. Сынок, да, скажи мне правду. Если ты не скажешь правду, мы с тобой придем на небо, и Бог все мне расскажет. И сыновья не хотят в раю, не хотят на небо, потому что там все, что они сделали, Бог расскажет. И молодой человек говорит, мама, а я не пойду на небо. А я пойду в ад, потому что там тебе не расскажут. Нет. Покаяться, признать свои грехи, важно, чтобы здесь дьявол не нашел к тебе доступ. Скажи да, аминь. но если грехи твои не помешали тебе попасть на небо, и ты попал, значит, они прошены. Какие грехи отделят тебя от неба? Неисповедание. Кто-нибудь меня понимает? Это означает, если они истреблены, уничтожены, ты попал на небо, и мама рядом, да, и она смотрит на Бога, ожидает, что Бог все рассказал. Давайте читаем еще раз 17 стих. Так. И грехов в их, и беззаконных не вспомяну более. И Бог скажет, что вы от меня ожидаете? Но расскажи мне все, что мой сын делал в школе, с кем он танцевал? Он говорит, у меня в память моей этого нет. Уничтожено, не поднимаю снова в память. Ушло и забыто. Скажите, ушло и забыто. Поэтому, когда говорится Иисус делался для нас праведным, иметься ввиду правильно стоим перед Богом, вы поняли из чего этого? Это из того, что уничтоженные грехи, забыти, убраны, перестаем перед Богом, как будто никогда в жизни не согрешили. Не потому, что они согрешили, а потому, что грехи уничтожены. Вот когда вы приходили и встали перед пастором Генри, он говорит, Господь Иисус, прости мои грехи, если бы ваши духовные глаза открылись, вы бы видели духовные бомбы, которые истребляли все грехи, уничтожали. Здесь, вы не представляете, сколько здесь было, а сколько разбитого, уничтоженные грехи. Я подозреваю, что они где-то на парковке лежат эти осколки. Нет, уничтожены. Скажите, уничтожены. Поэтому читаем с 19 стиха. Халлелуя. Один раз, один раз навсегда. Еще раз, скажите, один раз навсегда. И теперь он говорит, и так, братья, сестры в том числе, имея дерзновение на основании чего? Того, что мы только что слышали. Теперь это должно дать нам дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. Это новым заветом. Просто, чтобы вы поняли. святилище святой святых в храме было. Туда имел право входить один раз в году первосвященник. сначала его надо было прочистить много, чтобы он туда входил. И он входил с колокольчиком, потому что если он должен все время тить, значит, он еще живой. Если он найдется, у него хоть чуть-чуть грешечек, ну, греш, какой-то, он там, наверное, они пели псалмы, потому что не дай Бог, ты подумаешь какой-то дурной мысли, ты святой и святый, умер мертвым. Смотрите, что сделал кровь Иисуса для нас. Простой человек никогда в святилище не мог заходить, никогда вообще исключено. Первый священник раз в году, и он один входил, выходил, он умрет, еще новый первый священник, он снова заходит, умер, еще следующий, поэтому в своего жизни. А масса не имели доступ. Что сделал кровь Иисуса? Кровь Иисуса так поработал, что мы с вами, если бы был храм Ветхого Завета, мы с вами могли бы смело входить. Дерзновение. Вот настолько глубоко поработала кровь Иисуса, что если бы было дни храма, мы могли бы входить, но храма нету. Теперь говорится, теперь новым путем, новым Заветом, посредством крови Иисуса, мы имеем доступ к самой глубине Божьей через кровь Иисуса. Скажите, я имею доступ к Богу. Надо заканчивать читать. Это было какое? Теперь двадцатый по двадцать третий. Который Он вновь открыл нам через завесу, который помните, когда завеса разодралась на двое, другой в духе открылась через Иисуса, который есть плоть свою. И имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою. Заметите, какие качества требуются, чтобы это сделать. Искреннее сердце. Это то, что каждый может создать. Имей в виду то, что ты говоришь. Имей в виду то, что имей в виду. То есть будь настоящим, с полной верою, то есть доверяя тому, что говорится в Священном Писании. Краплением очистив сердце от порочной совести и омыв тело водой чистой. Далее двадцать третий. Будем держаться исповедания, упования, неуклонно, ибо верен обещавший. Кровь Иисуса поработал глубоко для нас и просит включи искреннее сердце. Полная вера. Если есть что-то в сердце, очисть, убери и приходи, и ты имеешь право доходить до самой глубины Божьей. И к евреям девятия глава 12, 13, 14 стих послания к евреям Библия говорит в 9 главе 12 по 14. Не с кровью козлов телцов, но со своей кровью однажды вошел в святилище и пребрел вечное искупление. Но Иисус вошел не в святилище земное, а небесное. Далее. Ибо если кровь телцов, козлов и пепель телицей через окропление освящает осквернение, дабы чисто было тело, то колмы паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Почему совесть человека осуждает его? Да? Вот эта женщина, почему она плакала? Совесть осуждала за смерть мужа, сына. То есть, попробуй объясняет так, человек сделал что-то плохое, так, и совесть осуждает, имеется ввиду, это плохое, оно есть, и поэтому оно дает сигнал к совести, а совесть от этого очиститься не может, мучается. Раз в году козочки принес, отдали в жертву, и думаешь, совесть мучается, но, по крайней мере, если сейчас Бог придет, я буду спасен, потому что козочка покрыла ногой. А совесть мучается дальше, вы меня понимаете, да? Когда пришел Иисус Христос, не так. Иисус уничтожил грехи, и теперь сигналы к совести не дает никто. и он очистил совесть от мертвых дел. А куда делись мертвые дела? Уничтожил. Поэтому, когда совесть перед человеком говорит, я принял Иисуса, вдруг моя совесть из того, что я натворил до моего покаяния, совесть перестала меня мучить. Что со мной произошло? Просто крови Иисуса убрал грехи, и совесть не имеет никакого сигнала ниоткуда. Ты очищен. Вы не представляете? Проснуться и знать, что мои грехи все прощены. Это то, о чем мечтают много людей. Они не знают вопрос грехов, они знают вопрос совести, который мучает. а Бог освободил. Пастор Геннер, а у меня совесть никогда не мучила. Ну, может быть, еще сожженная, она никогда не признает ничего. Заметите, а где мы читали? 12, стихи, 13. А, мы уже прочитали. Скажи, кровь Иисуса очищает меня. Скажи, пролита кровь Иисуса для всех народов. Поэтому, когда 28 глава Матфея с 18 по 20 стих Иисус говорит народу, ученикам своим. Вот, Матфея 28, 18 по 20 по 20 он говорит идите так 28 Матфея 18 по 20 Матфея 28, 18 по 20 и приблизился Иисус и сказал, дано мне всякое власть на небе и на земле. Дальше. Итак, идите научите все народы. Скажи, все народы ждут благую весть. Какую? Иисус пришел уничтожить ваши грехи. Если вы поверите в Него, то грехи ваши будут прощены. Вот поэтому Бог благословит любую церковь, любую компанию, любого верующего, любую семью, которые свои финансы дают на благовестие, чтобы народы мира узнали о сей великой новости, что во Христе есть прощения и избавления. Эти тайцы бедные ходят в храм, где пепели умерщих людей в Таиланде не хоронят. Вы понимаете? Они никого не хоронят. Все сжигают, охраняют в своем доме. Все родственники находятся в доме. Это вообще ужас. Или в этом храме. И они водят все эти глупости, которые вообще молятся, чтобы вернуться к козне, чтобы вернуться к каким-то животным или чем-то еще. Народе ослеплены. И Бог говорит, слушайте, берите благую весть, идите по всему миру, говорите им, чтобы они освободились от этого. И любая церковь, которая этим занимается, Бог такую церковь благословит. потому что это то, ради чего он умер. А евангелизация не мое. Я не служение евангелизма. А какое ваше служение? Я служение христианской моды. Вот служение христианской моды, я специально назвал служение, которого у нас нет в церкви. Служение христианской моды, евангелизируйте пожалуйста. И это тоже важно. Ой, я не евангелизирую, мои очки прямо из Америки. Хорошо, с вашими очками американскими идите на евангелизацию иногда. Нет, я не евангелизирую, я был, медовый месяц у нас было во Франции. Я понял, для Украины это то же самое, что небо. Но после рая французского приглашай людей в раю небесное. Кто не будет, скажи амин. Притом смотрите, как Бог посвящен в этом завете, в этом жертве Иисуса Христа. Постоянно Кремлянам 8 глава написано так, 31 стиха, Библия говорит по 35. Кремлянам 8, 31 по 35. Аллилуйя. Кто не будет здесь еще? Кто уже дома кушает борщ, закончил с пампушками, после чего было уже голубцы, и что еще было? Битки, и картошки. И вы здесь сейчас пьете компот, и уже во время, пока это Римлянам 8. Так, смотрите, что же сказать на это? Это вопрос большой. Если Бог за нас, скажи, Бог за меня, то кто против нас? Слушайте, дальше, посвящение Бога в этом. Тот, который Сына Своего не пошадил, но предал Его за нас, всех нас, предал Его за нас, как с Ним не дарует нам и всего. Каждый раз, когда я говорю, что Бог не даст, Бог не сделает, Бог не может, что я заявляю, что Бог и Священное Писание обманывает. Павел говорит, он не пошадил Сына Своего, вот насколько к этому он посвящен был, что отдал. Поэтому 33 стих говорит, кто будет обвинять избранных Божьих, кроме если они сами себя обвиняют, а на самом деле Бог оправдывая их. Скажите, я оправдан. Скажи, в Новом Завете, я оправдан. Далее говорится, кто осуждает, Христос, Иисус умер, то есть они пытаются показать, потому что он умер, осуждения не имеют места. Но он воскрес, и он одесни отца, и хородайствует за нас. И заметите, что говорится в 35 стих, и кто отлучит нас от любви Божьей. То есть скорбу пытаются громко говорить, когда я знаю глубину посвящения Божьей, скорбу недостаточно, чтобы убить меня, что Бог меня не любит. Смотрите, теснота недостаточно, силна, чтобы заставить меня сомневаться в Божьей любви, когда я узнаю, что сделал Иисус за меня. Гонение, голод, нагода, опасность, меч, и тому подобное. На этой земле, Библия говорит, ибо мы все это преодолеваем, в одном переводе, мы больше, чем победители. Это 37 стих, мы дошли туда. Мы преодолеваем любовью, которую Иисус дает нам, который нас любит. Бог посвящен. Скажи, в Новом Завете Бог очень посвящен. Скажи, он серьезно к этому относится. Скажи, для него это не игра. Скажи, он очень серьезно к этому. Возникает еще один вопрос. Вернее, мы с вами говорили о том, что Новый Завет, этот Новый Завет почему он самый сильный. Вторая причина. Помимо того, что кровь Иисуса пролита, это Завет сильный, потому что основано на луче обетование и имеет лучший гарантер. Луче обетование и луч гарантер. вот как написано в Евреям 86. Смотрите, в Ветхом Завете гарантер это был первосвященник, который сам нуждался тоже. И каждый год он за себя, потом за народ. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейше, имеется ввиду, выше, то есть самый высокий, тем лучшего он ходатай Завета, который утвержден на лучших обетования. Скажите, Новый Завет утвержден на лучших обетования. Если они лучшие, наверное, означает, первое, они мощнее гораздо, два, более гарантированнее, три, масштабных действий гораздо больше и вероятно, что они исполняются высочайше. Сто процентов. Да и амин. Поэтому этот Завет на лучших обетованиях. Мы с вами имеем Божьи обетования, о которых Моисей мечтал. Исайя, пророк великий, мечтал. А мы их имеем. И что мы с ними делаем? Да, мы даже не читаем, мы даже не в курсе, что там написано. Они мечтали иметь эти обетования, они копали в местописаниях, чтобы найти что-то. У них тоже было обетование, но гораздо слабее по сравнению с тем, что мы с вами имеем. И вот говорится к Евреям 7, 22. К Евреям 7 глава 22. Библия говорит об Иисусе Христе, то лучшего завета поручителем сделался Иисус. Скажите, поручитель. Говорит, я вам помогу. в начале было слово. Слово было у Бога. Уже круче не бывает. Слово было у Бога. Но на это не останавливается. Слово было Бог. Все через него начало быть. и мы видели и там дальше и слово стало плотью. И мы видели его славу. О ком речь идет? О Иисусе. Давайте шагами назад. Иисус стал Он Иисус, но Он Бог. Он в начале. Кто стал поручителем нового Завета? Гарантер Его. Кто? Иисус. Кто такой Иисус? Слово. Он был в начале с Богом. Он был Богом. Он все сотворил. Это Он гарантер. Скажите, гарантер нового Завета, как Ему имя? Иисус. Как Ему имя? Иисус. Как Ему имя? Иисус. Это означает, Новый Завет имеет гарантию всех небесных ресурсов. Ангели ресурс для исполнения Нового Завета. Слава Божия ресурс для исполнения Нового Завета. Сила Божия ресурс для исполнения Нового Завета. То есть все, что у Бога есть, оно есть как гарантия. У нас гарантия на небе. Кто гарантер? Еще раз. А где Он? Кто гарантер? А где Он? Кто гарантер? Иисус? А где Он? То есть все, что на небе, гарантирует полного, дословного исполнения Нового Завета. Иисуса? когда ты стоишь говоришь во имя Иисуса сразу небо начеку. Что там будет? Зачем? Чтобы было да и аминь. скажите во имя Иисуса вот как только ты начинаешь говорить какое-то обетование из Нового Завета небесные ресурсы движения сразу. Беда какая? Христиане не знают что в Завете их отношение к Богу слезные. Помоги Господи Боже Аминь Аллилуйя Ангел говорит Господи что это означает что мы должны давать вы понимаете что мы слышали Господь Бог помоги помоги а что мы должны нести Бог ты нам не подскажешь что ей нести мы не поняли что она просила она из-за вас Ангел безработицы они не знают что нести человек стал он шик Ангел думает о сейчас начнется работа готовитесь ребята где знаешь мою нужну Амин Аллилуйя Ангел стоят Михаил ты понял что она говорила я ничего сам ничего не понял ты уточни Господа скажи обитование Божие я вас не слышу скажи их надо как говорить их надо молиться провозглашать четко и ясно ангелы они остаются Михаил спрашивает говорили ты что-нибудь понял нет спроси кто-нибудь понял нет что они хотят не знаем мы видели слуги да нам жалко мы хотим помочь но мы не знаем чем может они сказали Господь ты знаешь мои нужды может пойду к Господу спроси скажи обитование Божие скажи они драгоценные скажи они великие скажи а во Христе Иисусе они да и амин скажи они драгоценные скажи они великие скажи а во Христе Иисусе они да и амин скажи небесные ресурсы я их принимаю скажи через обитование Божие скажи все что на небе я могу получить скажи через великие драгоценные обитования Божие не слезами обитованиями поэтому знать Божие обитования говорить ты делаешь большое благо себе и ангелам они хоть понимают что от них просят скажи да амин новый завет мощнейший завет из всех заветов а согласно евреям 9.15 Иисус сделался ходатай скажите ходатай потому он есть ходатай нового завета он ходатай скажите он ходатай то есть посредник это непровалный посредник в нем да и амин давайте посмотрим некоторые из этих обитования которые говорится ключевые моменты в новом завете для нас хотя бы два из них первое мотфей 1.23 в ангеле от мотфея 1 глава 23 стих читаем это пришел в новом завете съедево во чреве примет и родит сына и нарекут имя ему Емануил что значит с нами Бог скажи в новом завете Господь со мною я вас не слышу смотрите в ветхом завете Бог был с некоторыми людьми и те кто рядом с теми с кем Бог им повезло ну если они держат правильные отношения с ними Илья с Елисею Елисею повезло Геезу не повезло вы знаете сколько людей воровали как Геез по стране много но они же не имели проказ а почему Геез был проказ потому что он воровал недалеко от помазанника вот это то что плохо а ворующие по всему миру много их и проказ они пришли из-за этого поэтому быть в близком кругу любого большого божьего человека опасно потому что как только начинаешь непонятно что делать обязательно начинается сложность какие-то которые вот поэтому Геез чтобы со мною ходил Бог чтобы вы поняли что такое Бог с кем-то ходит да я хочу вернуться немножко назад в Ветхом Завете мы найдем человека с кем был Бог да Иисус Навин первая глава смотрите что Бог говорил когда идет явление я с тобою что оно означает так будет читать 3 стиха по 5 значит Бог говорит Иисус Навин я с тобою давайте посмотрим что это значит чтобы мы поняли со мною Бог чтобы это значило Иисус Навин первая глава 3 стих всякое место на которое ступят стопы ног ваших я даю вам как я сказал Моисей 4 стих отпустим Ливана и тогда уже 5 стих никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей и как я был с Моисеем так я буду с тобою и не отступлю от тебя и не оставлю тебя это образец с ним Бог на основании худшего завета но с нами Бог на основании лучшего и он говорит никто не устоит там не говорится что не попробует устоит будут пробовать появится группировка понимаете соберутся там по телефону будут стоять против тебя по разному по вайберу по тому обсуждать тебя будут он говорит будут но все что они делают превращается в нулю почему потому что я буду с тобою скажи все что враждует со мною на этой земле скажи всех попытки равняется нулю но если найдются люди которые ожесточены к тебе у меня у меня например много таких и церковные и линии которые здесь на собрании даже у них есть определенные группировки которые когда они собираются обсуждают меня там они ожесточены все что они делают превращается во что в нулю почему скажи со мной господь скажи все планы врага не устоят передо мною скажи со мною кто с тобой кто с тобой это бог пытается показать что такое с тобой бог 9 стих первая глава источник 9 стих вот я повелеваю тебе от тебя что требуется будь тверд и мужествен не страшись и не ужасайся ибо с тобою господ бог твой везде куда не пойдешь это означает не важно что где когда в каком году с какой стороны найдется решение выход рано или поздно поэтому бог говорит успокойся вообще то есть тут написано будь тверд не страшись не ужасайся о господь а если гуляв прыгает возле меня не ужасайся не страшись а если я увижу статью в газете обо мне плохой не страшись не ужасайся а если мои христианские братья поверили статью в газете не страшись не ужасайся. Они наивные, они верят всему, что они видят. Не страшись, не ужасайся. Скажи, я не боюсь. Я вас не слышу. Скажи, страх сообщаю тебе. С этого дня у меня с тобою ничего общего. Скажи, поэтому на старт внимание и скажи, марш с моей жизни. Потому что Господь говорит, я с тобою. Это одно из вещей, что пришел в Новом Завете для каждого человека. Еммануил, что значит с нами Бог. Но Бог на это не остановился. С нами Бог это еще ничего. Это очень хорошо. Но это не все, что Бог сделал. Бог пошел еще дальше, гораздо. В Новом Завете Он пошел дальше. И смотрите, что Он говорит. И Он говорит так. Второй посланной Коринфянам 16 стих. Второй Коринфянам 6-16. Смотрите, что Бог говорит. Он говорит, какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого. Как сказать, например, живого. Знаете, такой фильм есть. Как сказал Бог, в слезу в них, буду ходить в них и буду их Богом. В Новом Завете все пошло еще дальше. Он стал жить, ходить в нас. я вам не объясню, но я иногда ощущаю, когда стоишь в присутствии Божьем, как будто кто-то ходит под Тебе. Вы знаете, как будто кто-то ходит. Я не говорю, что Бог ходит, я не буду объяснять, как будто я знаю физику этого или динамику. Нет. Но Он сказал, я буду ходить в слезу и буду ходить. Смотри на свои ручки и скажи, внутри ходит Господь Бог. Скажи, Он во мне живет. Давайте предположим, что сегодня вечером колдуни, которые живут напротив тебя, собрались 250 из них. Самые крутые, и они на тебя отправляют какие-то дела. там все прочее. И ты увидел, что нужно делать. А-а-а! Позорите линию жизни! Кто-нибудь! Комдуни! Нет. Это позор из-позора. Что нужно запомнить? Он вселился. Я вам рассказывал историю, что Иисус пришел к бизнесмену, которого дьявол терроризировал сатана. Иисус пришел и сказал, я Иисус, я вижу у тебя есть проблемы. Могу ли я жить в твоем доме? И человек сказал, да-да-да, Иисус, у меня спаун очень хорошая, там живи, а весь дом я управляю. и ночь пришел снова дьявол и терроризировал его всю ночь. И он встает и говорит, Иисус, почему ты меня не защитил? Он говорит, как? Ты мне сказал, оккупирую эту спалную? И я так и делал. Туда дьявол не дошел. Хорошо, Иисус, на этот раз я даю тебе весь второй этаж. Хорошо. Дьявол пришел ночь на первый этаж терроризировал этого человека. Иисус, а почему ты меня нет? Говорит, а я же ты мне дал второй этаж, поэтому я защитил второй этаж. Хорошо, я даю тебе второй этаж, первый этаж, кроме этой комнаты, там такие вещи, которые тебе не понравятся, поэтому туда не заходи. И человек спал. Ночь опять я пришел ночь, терроризировал его. Говорит, Иисус, ты вообще это не делал. Я тебе дал второй этаж, первый этаж, там, где я ответственный, дьявол не приходил. А там, где ты был в своей комнате, говорит, ну, не стыдно тебе пустить в эту комнату. Ну, ладно, бери все. И дьявол опять приходит, понимаете, ночь. И когда он приходит, стучит. Иисус открывает дверь. хвост сразу между ногами. Дьявол говорит, как? Извините, я ошибся, я ошибся с адресом, убежал. А где сейчас живет Иисус? Куда он вселился? Куда? Где он ходит? Где он дежурит по ночам? Где он ходит в течение дня? А когда инфекция пришла, где Иисус ходит? Когда болезнь пришла, где Иисус ходит? Скажи, во мне ходит, шагает, вселился, сам Господь Бог. Скажи, поэтому любые нападения дьявола с кем сталкиваются, скажи, с Богом во мне. Еще раз скажи, с Богом во мне. Некоторые из вас эта истина спасет вам жизнь. С нами Бог. это в Ветхом Завете у них не было. А с нами, не только Он с нами, Он в нас. В Новом Завете мы и Бог попробуй разделить и вообще. Это так, как было в начале. Попробуй разделить. Второе, что я хочу вам сказать еще. В нас Божия жизнь. Скажи, Божия жизнь во мне. 1 Иоанна 5 13 14 1 Иоанна 5 13 14 1 Иоанна 5 13 14 Это первое соборное послание. Си написал вам верующий во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Дальше. И вот такое дрезновение мы имеем к нему, что когда мы просим чего воли, Он слушает нас. Если Он слушает нас, мы также знаем, что мы имеем просимую. Скажите, я имею жизнь вечную. Здесь, когда говорится, я имею жизнь вечную, это не просто, что после смерти я буду жить во веки. Имеется ввиду определенное качество жизни. Смотрите на эту жизнь. Смотрите, Евангелие от Иоанна 1 глава. Евангелие от Иоанна 1 глава, 4 стих. Библия объясняет, что это за жизнь. Да? Смотрите. В нем была жизнь. Иисус же не угрожал ад. Он живет, планировал жить вечно. поэтому, когда говорится, что в нем была жизнь, не имеется ввиду, что отец ему разрешил жить навеки. Это вот эта жизнь, о которой говорится. В нем была жизнь. И эта жизнь была свет человеков. Эта жизнь, которая может дать мне свет, это не жить навеки. Жить навеки не дает свет. Дает свет какое-то определенное жизнь с определенным качеством. Это называется божественная жизнь. Поэтому скажите со мной, во мне живет Божья жизнь. Еще раз скажи, во мне живет Божья жизнь. Скажи, а эта жизнь приносит свет. эта жизнь имеет правила свои, законные действия. Смотрите, как он работает. Кремлянам 8.2 Пасха на Кремлянам 8. 8.2 Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Так, слушайте внимательно. Значит, закон греха и смерти имеет такое действие. Болезни приносит, смерть приносит, что сделало, есть последствия. И оно царствовало вообще произвол. Потом тут во Христе я принял и жизнь Божья вошла. И эта жизнь вошла посредством Духа Святого. Смотрите, и этот дух жизни пришел с другим правилом, законом. Какое? Главное действие освободить Олега от действий влияния закона греха и смерти. Скажите, я свободен от действия закона греха и смерти. Скажите микробы болезни и тому подобное они на чьей стороне? Закон греха и смерти? А в тебе находится жизнь, которая способна разрушать все, что связано с законом греха и смерти. Это же то, что делал Джон Лейк. Был таким не... Он учился на врача, но не закончил. Поехал проповедовать. Не закончил. Но он знал достаточно. И поэтому приехал в Южную Африку и основал там проповедовать, церковь основал. И пришел какая-то чума. И люди умирали. Там пен с рта умирали. И главное действие надо было, чтобы живые не прикасались. Потому что оно сразу переходило и люди умирали. А Джон Лейк пошел хоронить всех, кто умирал. Потому что люди не могли к умершим дойти. И врачи приехали из Англии или откуда-то. И они говорят, Джон, ты хоронишь этих людей, почему ты не умер до сих пор? Он сказал, господа, есть закон называется закон духа жизни. Он освобождает от закона греха и смерти. Врачи сказали, мы такое никогда не слышали. Говорят, сейчас я вам покажу. Говорят, сейчас найдем, кто умирает. Быстро. Они нашли одного очень быстро. Говорят, быстро возьмите этот пенс рта, положите у меня на руки и микроскоп поставите. Скажите, это же самоубийство, что ты делаешь? Делайте. Они сделали, поставили микроскоп. Они говорят, вот это удивительно. Все микробы, прикасаясь к твоему телу, сразу умирают. Он сказал, господа, это и есть закон духа жизни. который освободил меня от закона греха и смерти. Вот поэтому, врачи, я вам сообщаю, вот почему я хороню их и ко мне это не прикасается. Поэтому Иисус говорит, выпить смертоносное не повредит. Змеи случайно прицепиться к ним не повредит. Вы понимаете? Какой-то яд попал не повредит. причина закон духа жизни во Христе Иисус освободил меня. Смотрите, некоторые из этих истин, их надо взять не просто как попугай повторить, обдумывать их. Когда мы сидим и размышлять над этими истинами, я взял только два сегодня. И вы начнете обдумывать их, то жизнь и сила, которые в этих обетованиях начинают высвобождаться в твоей жизни. Поэтому Псалом 1, там человек говорит про блажен муж, на все, что он делает, у него успех. Он размышляет над Словом Божьим день и ночь. А почему он просто приклеил это Слово на стене и видит, ага, вот Слово Божье. Почему он размышляет, а не смотрит? Когда мы размышляем над Словом Божьим, то жизнь, которая внутри Слова начинает высвобождаться, в нашей жизни. Просто приклеить обетование Божье к стене, читать вечером не решает. Размышлять. Поэтому этот блаженный муж, он размышлял, когда он выходит, все, что он делает, у него успех. То есть в этот процесс размышления над Словом Божьим, это то же самое, что Бог сказал Иисусу нам. Получайся день и ночь, и ты будешь успешен во всех путях твоих, и ты будешь благоразумен. То есть связь между успеш или скажу что связь между жизнью Божьей и размышлением над Словом Божьим. Это то, что я приписал классическую сестру, о которой мы говорили в начале, чтобы помочь ей освободиться. Я говорю, забудь про сына, про этих близняшки, про мужа. И размышляй над этим местописанием. Просто крути в голове, обдумай, что это значит, как человек такой мог выглядеть бы. И когда она сделала два дня, на третий день она пришла со свободой в душе. Когда мы размышляем над Словом Божьим, что-то происходит в духе, что высвобождает Божью жизнь, которую он имел в виду, чтобы было, когда он дал нам эти обитования. Обдумывай их, размышляй над Словом Божьим, и оно даст тебе большой успех. Слава Богу, друзья! Я думаю, что вы получили огромное благословение, слушая эту проповедь. Я люблю, когда Бог приносит откровение Его Слово, потому что откровение оживляет нас. Пусть Бог вас благословит. Я хочу помолиться за вас. Господь, после этой проповеди я прошу, чтобы истины, которые были сказаны, стали реальными, живыми в сердце, каждого, особенно моего брата и сестры. Отец, пусть сила из жизни твоя умножится в их жизни, двигаясь через них во имя Иисуса. Если есть нужды у них, пусть они решаются полностью. Благословляю, Отец, во имя Иисуса. Аминь. Я вас люблю и приглашаю вас, вернитесь еще на наш канал ВИСИТВ. Мы будем рады.